Всем привет! Меня зовут Владимир, вещаю из Латвии. Сегодня у нас хорошие новости. Наконец-то выпал снег. У нас шикарное снежное настроение. Итак, куда в Риге, если у вас маленькие дети, можно поехать покататься на лыжах и на санках. Сегодня мы попробуем это выяснить. И заодно вас берем с собой в дорогу, покажем вам маршрут выходного дня. И рассказываем о стоимости, о плюсах и минусах. Поехали! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Даже сувенирами никто не торгует в это время. Никого. Сейчас переходим дорогу и погуляем. Смотрите, Сигулу называют как бы латвийской Швейцарии. Но потому что это редкая часть Латвии. Мы обычно, Латвия, это равнина. И тут у нас вдруг горы. Ну, по нашим меркам это горы. То есть, смотрите, видите вот эту вот горячую? То есть, здесь начинаются горы. И здесь самая большая скучность замков, поместий, готических сооружений на один квадратный километр в Латвии. Здесь очень много. Мне нравится, чем Латвия? Смотрите, место достопримечательности в воскресенье. Во многих моих видео я говорю, что Латвия очень немноголюдная страна. То есть, здесь не увидишь 10 автобусов и 2000 китайцев. При всем моем уважении китайцам, вы будете здесь со своей семьей один. За что нас любят москвичи? То, что из Москвы ты выезжаешь, цены раз так в 10 меньше, чем в Москве, на все. Ну, в 3 хотя бы. И ты живешь и дышишь так, как будто бы ты находишься в Швейцарии. Вот это реально правда, потому что я работал в Москве 2 года, и я так скучал по Латвии. Прямо жесть. Вот. И смотрите, какая свежесть. То есть, с левой стороны, это гора, реальная гора. То есть, оттуда бьют всякие горные источники. То есть, можно родничок побить, ну, водички горные. Можно полазить по ним, по этим горам. И это всегда будет мега красиво. То есть, здесь очень много пейзажев, таких примерно, как, скажем, в Швейцарии. Водичка. Незамерзающая водичка, видишь? Да. Да. То есть, в этой пещере бьет родник. Даже если на улице будет минус 21. А пещера не очень глубокая, она открытого типа такая. Здесь всегда есть незамерзающий источник. Уже многовековой. Супер чистой латышской водички. И неподалеку можно, конечно же, купить эту водичку здесь. Вот. И теперь посмотрите, как пещера вся испещрена названиями и воспоминаниями тех людей, которые здесь были. Кого здесь только нету. Но, если честно, большинство названий все-таки на латышском и немецком. Вот. Надо будет как-то позаниматься и найти самое старое название. Самый большой прикол в том, что сюда приходят молодожены. И в этой пещере выцарапливают свои имена. И тем самым наносит небольшой вред нашей достопримечательности латвийской. Ладно, наслажаемся. Когда на улице, конечно же, минус 10, минус 12. Надо выбирать маршруты, когда гуляешь с детьми, чтобы было не более двух часов. Ну, такая свежесть. Такая вентиляция легких. И такая энергетика, которой ты здесь набираешься позитива. Хватает на неделю, чтобы ты мог спокойно воевать. Делать свою повседневную работу. А потом заскакиваешься и голову, опять энергетически подпитываешься. И ты готов к будущей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы ищем лучшие места для нашей семьи. Например, приложение TripAdvisor. По этой версии, это чуть ли не самое лучшее место в Сигулде, куда советуют зайти и покушать. Отличная кухня и комфортная обстановка. Мы подъехали. Называется на дом. Ну, сейчас сами смотрите, как это выглядит. Но, честно говоря, это такой дом в частном секторе. Ну, и выглядит как дом. И называется как дом. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok